добрый день дорогие друзья мы начинаем нашу экскурсию по инженерно-физическому факультету адыгейского государственного университета и провести эту экскурсию нам помогут вячеслав бесланович тлячев заведующий кафедра теоретической физики добрый день и павел юрьевич бучацкий заведующий кафедрой автоматизированной системы обработки информации управления длинное название или у кафедры расскажите мне пожалуйста подробнее вашем факультете и направлении подготовки которые на нем реализуются ну факультет был организован в прошлом веке назывался он первоначально физический факультет но в связи с развитием информационных технологий автоматизированной системы и так далее понятно что надо было двигаться в направлении инженерных наук и поэтому он стал называться у нас не только стал называться а действительно ведущий кафедра стала у нас автоматизированной системы управления и обработки информации и стал называться инженерно-физическим факультетом ну и поэтому у нас представлено два направления собственно говоря подготовки первое направление то которое было это фундаментальная физика или физика и второе направление это инженерно-техническая с тремя такими ну как говорят там как правильный правильно, профилями, направленностями. Ну, это первая автоматизированная система обработки и управления информацией, и остальные две, это информатика и вычислительная техника, и управление в технических системах. То есть, на самом деле, как мы видим, большая часть как раз прикладной носит аспект, и действительно в этом направлении довольно-таки много уже сделано. То есть, фундаментальная физика – это больше теории, а вот второе направление… Ну, я бы не сказал, что больше теории и так далее, но имеется в виду эта фундаментальная подготовка именно по физике. Понятно, что у нас тоже присутствуют, например, такие базы, присутствуют такие дисциплины, как, например, автоматизация физического эксперимента и программирование, то есть, это все есть, но в другом аспекте. То есть, в прикладном аспекте больше как раз вот касается автоматизированных систем управления и обработки информацией. Поэтому, на самом деле, у нас присутствует и фундаментальная часть, и прикладная. То есть, вот с этой точки зрения, как раз наш факультет и наиболее привлекательный, потому что для того, чтобы заниматься фундаментальной физикой, вы должны знать и физику, а физику без математики вы не можете, то есть, вы и математику должны знать, а понятно, что современные информационные технологии и моделирование, компьютерное моделирование и так далее, без этого вы тоже не обойдетесь. То есть, получается интегрированная такая часть, и именно она присутствует на нашем факультете. Вячеслав Бесланович, физические эксперименты требуют наличия определенной материально-технической базы. Вот как с этим обстоят дела в Адыгейском госуниверситете? Ну, я немножко, так сказать, приоткрою завесу. На самом деле, то, что было в прошлом веке и сейчас, это абсолютно разные вещи. Я поясню. В настоящее время, например, существует известный коллайдер в Европе, в ЦЕРНИ и так далее. Там накоплено столько этих данных, что этих данных достаточно всем в мире физиком заниматься, чтобы только эти данные обрабатывать. Я пример просто приведу. Но более того, в настоящее время вы можете эксперименты выполнять, сидя здесь, на любой установке, которая находится вообще далеко от нас. Причем это делается очень просто. То есть, вы фактически, так сказать, должны войти в определенный консорциум, написать определенные обязательства, что вы не будете что-то там не такое делать. И вы заказываете тот или иной эксперимент, и вы получаете доступ через свой компьютер и так далее, и проводите все эти исследования, находясь здесь. То есть, то, что было в прошлом веке, практически это уже редкость. То есть, вы можете такое позволить себе, если вы большая какая-то организация. Например, Институт физики твердого тела, он может себе позволить, потому что как раз там собрали людей, и для них поставлена такая установка. Но это не означает, что мы не можем там участвовать. Мы можем, да, участвовать в экспериментах, которые у них проводятся. И очень простым способом. Именно через сеть. То есть, на самом деле, это есть. И, кстати говоря, Павлович, как называются вот эти, когда все собирают оборудование в одном месте, как это есть программа, я, честно говоря, врать не буду, забыл. Ну, например, в регионе у нас есть Южный федеральный университет. И там собрали оборудование какое-то уникальное. И на этом оборудовании мы можем выполнять эксперименты, сидя здесь. В концовке. Если вы ходите в концовцию. В центр коллективного пользования. И наши студенты тоже участвуют? Нет, они могут участвовать. Некоторые участвуют. Больше того скажу. Некоторые студенты, которые были у нас студентами и так далее, они сейчас высоких результатов достигли. Проще говоря, ну вот в Институте физики твердого тела, черноголовки, ну как вот, вроде бы бакалавром был, магистратура, теперь он аспирантура. У него публикации, ну да, бог памяти, ну где-то порядка восьми публикаций в физикал-риве. Это ведущий журнал мировой по физике. И наш, так сказать, выпускник, наш студент, которого мы учили, вот, пожалуйста. Могли бы вы рассказать подробнее с партнерами, с которыми непосредственно ведется сотрудничество, какие именно организации с нами дружат? С нами дружат, ну первое, дружит с нами Томский государственный университет. Кстати говоря, он входит в топ, ну как там, тройку российских вузов. То есть, вот там МГУ, там МФТИ и Томский университет. То есть, на самом деле, это очень такое серьезное. Дальше с Кабардино-Балкарским университетом, точно так же с кафедрой теоретической физики. Черноголовки, как я говорил, вот Институт физики твердого тела Российской Академии наук. Ну и так далее. То есть, на самом деле, спектр широкий. Даже включая завод, который у нас здесь, у нас рядом находится, МАШ-завод, у нас тоже с ним заключен договор на выполнение определенных работ. Договора и партнеры у нас есть. И, в принципе, так сказать, не только здесь, и за границей есть. А с кем? То есть, ну, например, в Праге, там товарищ работает в Пражском университете, но он занимается биофизикой. И он готов принять наших выпускников для того, чтобы, так сказать, они у него там работали и так далее. И PHD выполняли. Ну, я имею в виду там на степень определенную и так далее. Причем после бакалавра, но при условии, конечно, что он, извините, в этом понимает, разбирается и так далее, и так далее. Это этот пример. И с европейским центром. В Испании есть европейский физический центр. Тоже также имеется у нас договор. И с Германией это самое Кассели университет тоже. Павел Юрьевич, а Вы можете рассказать еще о каких-то преимуществах инженерно-физического факультета? Что есть на Эншвизе того, то, чего нет у других? Самое главное у него сейчас все. Ну, хотелось бы, да, продолжить вот рассказ Вячеслава Беслановича. Ну, какие преимущества? Ну, первое преимущество, мы начали говорить о том, что физика и профиль, фундаментальная физика, это, конечно, фундаментальное образование, фундаментальные понятия, которые позволяют понять или, так сказать, попытаться понять, как устроен мир. Вот. И владея этими знаниями, можно решать множество прикладных задач. И как раз вот сейчас мы живем в эпоху цифровизации, так называемой, эпоху цифровой экономики. И, в общем-то, это и есть прикладные задачи, которые вот наши направления, я имею в виду прикладные, информатика, вычислительная техника и управление в технических системах, предназначены для решения именно этих задач. И вот если говорить о выпускниках и какой-то, так сказать, истории, то, в принципе, наши выпускники трудятся во многих отраслях, так сказать, человеческой деятельности, начиная от образования до народного хозяйства, не только нашей страны и ведущих там мировых компаниях и так далее. То есть этих примеров у нас много. Значит, что касается, вот вы задали вопрос уже, как оценить там качество образования. Но сейчас у нас оценка с одной стороны сложная, с другой простая. Есть результаты ЕГЭ. Вот. И входным параметром у нас, да, это мы оцениваем по тем результатам, которые есть. Но, к сожалению, мы сейчас работаем над тем, чтобы попытаться каким-то образом повысить эти результаты. То есть, чтобы к нам пришли абитуриенты, ну, с более высоким этим баллом ЕГЭ. Вот. И надо отметить, что, допустим, вот по некоторым направлениям балл ЕГЭ увеличился вот за последний год, скажем так. И эта тенденция нас, как бы, впечатляет. И надеемся, что, так сказать, она продолжится. Но это результат активно-профориентационной работы. В том числе, да. В том числе, да. И, значит, и я думаю, что все-таки тоже понимание происходит у наших абитуриентов. То, что сейчас, так сказать, с учетом развития информационно-коммуникационных технологий, то есть можно решать серьезные задачи и получать какие-то знания, ну, не выезжая, да, из своего дома. То есть вот Вячеслав Вячеславович тоже упомянул, что можно, так сказать, решать задачи и обрабатывать те данные, да. То есть сейчас открытие открывается в той же астрофизике на тех данных, которые, так сказать, собраны. Их нужно обрабатывать. И как раз вот наше направление позволяет именно это делать. То есть анализ данных – это такое современное направление нынешнее, вот, которое позволяет делать открытие, в общем-то, не исходя из дома, от компьютера. И это все возможно. И подтверждение тому, действительно, у нас заключены договора с такими известными российскими научными учреждениями, как Баксанская обсерватория. Это, значит, уникальная обсерватория, в которой тоже наш выпускник трудится уже, по-моему, на уровне научного сотрудника. У нас заключен договор нашим факультетом со специальной обсерваторией Российской академии наук. Вот. И вот мы планируем провести какую-то учебную практику с нашими студентами. Именно в этом направлении обработки данных в том году, к сожалению, нас пандемия немножко отобинула от реализации этой задачи. Но я думаю, мы в этом году к ней обязательно вернемся. Значит, кроме того, по нашей республике у нас тоже много договоров различных с теми учреждениями, которым требуются именно вот и системные аналитики, и люди, которые могут анализировать эти данные, выходить на какие-то принятия каких-то решений. Ну, в частности, допустим, такое учреждение, как МЧС. И там есть тоже подразделение очень важное, Центр обработки вызовов, где нужно тоже уметь и знать работу там и компьютеров, и сети, ну и много чего другого. Таких примеров много. А скажите, а много студентов, многим удается совмещать работу и учебу? Ну, сейчас, ну, сейчас, ну, с другой, можно поставить вопрос по-другому немножко. Да, многим, но влияет ли это на качество образования и так далее. Ну, по-разному надо отметить. Но многие работают по специальности, еще будучи студентами? Ну, по крайней мере, по крайней мере, пытаются работать, многие, да. Некоторые, может быть, потом все-таки возвращаются в эту специальность. Некоторые, будучи студентами, может быть, какую-то, так сказать, какую-то материальную выгоду в каких-то там разовых, каких-то заработоках. Ну, бывает и такое, да. Но потом возвращаются, в принципе, в профессию многие. Вот. И даже кто-то, бывают такие случаи, кто-то бросал из ребят, то даже проходит там несколько лет, пять, бывает, десять, все равно возвращаются и понимают, что все-таки это нужно. И, ну, это серьезно. Учиться на факультете, на инженерно-физическом факультете, наверное, сложно. И лишних людей там не бывает. Случайных. Любое обучение. Старше второго курса. Любое обучение, оно, как бы, требует какого-то преодоления человека. Вот. Это сложно везде. Но, с другой стороны, это компенсируется интересно. Интересом. Это интересно. А сейчас вообще возможности, видите, опять же, с развитием информационно-коммуникационных технологий, опять же, вот пандемия, с одной стороны, да, где-то нам сузила какие-то наши возможности. А с другой стороны, открылось много возможностей других. Множество ресурсов открыли свои курсы совершенно бесплатно. И вот кто, так сказать, хотел получить дополнительный какой-то объем знаний, очень серьезных университетов, у них такая возможность была, причем совершенно бесплатно. И некоторые ребята получили серьезные сертификаты по тому же программированию какого-то уровня, который можно представить уже и положить в свое портфолио. Вот. Такая возможность тоже есть. Кстати говоря, вот еще по поводу одного договора, вот, коль мы тему программирования затронули, то есть наш университет вот ведет такое большое сотрудничество с очень мощной компанией ITV Group, компания Axon, которая вот с аналитикой, да, какой-то связана и видеоаналитикой. И вот, в принципе, наши выпускники работают в отделении вот как раз в Майкопском, вот, ну, на ведущих позициях, программистами, разработчиками и так далее. Наши ребята, правда, они были краснодипломники все, но тем не менее, это так они работают. ITV забирает у нас лучших. Ну, как бы, нет, она, как бы, она забирает, но они остаются здесь. Вот это очень важно. И, кстати говоря, и преподают у нас, будучи уже работодателями и наших студентов тоже уже, они, так сказать, могут каким-то боевым навыком, вот, работы показать на своем примере. И это очень хорошо. Ну что ж, спасибо вам, Павел Юрьевич, Вячеслав Бесланович, а мы послушаем студентов. Вы, больших выпускников инженерно-физического факультета, я приглашаю Адама. Спасибо вам. Мы продолжаем нашу экскурсию по инженерно-физическому факультету, и у нас в гостях Адам Рамазанович Курашинов, заместитель декана по воспитательной работе. Здравствуйте, Адам Рамазанович. Здравствуйте. Адам Рамазанович, расскажите, пожалуйста, какие интересные и необычные фишки есть на вашем факультете? Что, чем, студенты же не только учатся, чем еще они занимаются в свободное время? Как это все построено? Ну, хотелось бы сказать в первую очередь то, что помимо учебной и научной деятельности у нас на факультете очень развита и внеучебная деятельность. То есть у нас есть очень сильное студенческое движение, которое самостоятельно функционирует. И у нас абсолютно все сферы поддерживаются, такие как спортивная деятельность, общественная деятельность, культурно-творческая деятельность, волонтерское движение. И даже вот у нас есть киберспорт, который мы тоже активно поддерживаем, потому что студентам это интересно. И вот мы в первую очередь, вот касаясь воспитательного процесса, мы отталкиваемся от, получается, приоритетов студентов, пытаемся их слышать и как бы воплощать их желания определенные, которые возможны. Вот. И всегда инженер-физический факультет, касаясь активности студентов, он всегда как бы славился такими кадрами, которые могут представлять и университет, и факультет. И на первый взгляд может показаться то, что как бы у нас основной окон идет на учебу, на науку, но это совсем не так. У нас есть и выдающиеся спортсмены, которые довольно-таки успешно выступают в дисциплинах, которые представлены в ВУЗе, в которых возможно выступать. И вот по спорту, например, в последнее время призовые места наши ребята взяли по баскетболу, по волейболу, по легкой атлетике. Что касается культурно-творческой части, у нас очень ребята участвуют практически во всех мероприятиях ВУЗа. Даже были лучшей группой недавно? Да, лучшая группа были недавно, и про это тоже скажу. Вот в путь от молодых талантов, то есть там первый-второй курс. Во всех практически номинациях мы заявлялись в последний раз. И вот лучшая группа, да. Получается, наши ребята выступили с вокально-инструментальным номером. Казалось бы, по-моему, 4 инструмента на сцене было, и, как бы, казалось бы, не свойственно для инженеров и физиков, но, как бы, наши ребята очень талантливы во всех направлениях. Вот. И лучшая группа тоже мы уделяем этому конкурсу особое внимание. Вот за последнее время два раза выиграли в этом конкурсе. Вот. Также хотелось бы отметить и мистера Гу. Наши юноши тоже всегда выступают, поддерживают этот конкурс, и как организаторы тоже очень много задействованы. Вы даже его как-то выигрывали? Нет, не выигрывал. Я, получается, второе место занял, но получил очень большой опыт с этого мероприятия, а в последующем был организатором несколько лет. Вот. И, как бы, мы их и направляем туда, потому что это позволяет раскрыть как и личность, как и какие-то определенные, может быть, тайные таланты, которые у них есть внутри, о которых они не знают. И в этой, получается, сфере тоже поддерживаем всячески. И отдельно, конечно, хотелось бы сказать про студенческую весну. Вот. Наш факультет славится такими сложными и зрелищными постановками. Каждый раз задействуется... Ну, мы постоянно выступаем в командной зачете. И задействуется около 30-40 студентов с факультета в качестве, если брать сцену, в качестве танцоров, актеров, вокалистов. Вот. Ну и также для подготовки очень много студентов задействуется, как, получается, как волонтеры, как ребята, которые готовят костюмы, грим, свет, музыку, какие-то сценарные моменты. Вот. И вот у нас были такие постановки, как «Я – легенда» по одноименному фильму. Очень интересная была постановка по мультфильму «Моана» от студии Disney «Мультфильм». И вот интересный момент. Мы даже ставили по видеоигре, которая называется «Хельхейм». Вот. И что касается видеоигр, кстати, вот в 2020 году по двум дисциплинам в региональном, получается, турнире наш факультет первое место занял. То есть это... Я вас поздравляю. Спасибо. Дота 2 – такая дисциплина, всеми известна. И Counter-Strike Global Offensive. То есть мы всегда стараемся услышать студента. Самая основная задача в этом состоит. В общем, у вас весело, Адам Роматанович. У нас очень весело. Вам стоит задуматься о том, что на протяжении 4-х лет вы будете получать удовольствие от каждого мероприятия. И вам стоит поступать к нам. Ну что ж, все на инженерно-физический факультет. Это был Адам Курашинов. До встречи в АГУ.